здравствуйте друзья доброе утро я вам для начала расскажу анекдот один потому что последующий ход искать истории сегодняшней связан косвенно с этим анекдот армия там занятия идет сержант там проводит и рядовой сидор спрашивает то есть сержант а что такое пространственно-бременной континуум и сержант очень интересный вопрос этом товарищи как вот обратить внимание рядовой сидоров спрашивает как связать пространство и время вы можете сказать откуда такой грамотный сержант правда я тоже думал да может быть его смехматая отчислили за неуспеваемость я не знаю но так он тонко но и спрашивает как связать пространство и время отвечаем вы сидоров будете завтра копать траншею от забора и до обеда вот такой ответ и вы скажете ну пожалуйста сегодня у меня был вопрос от рядового так сказать зрителя который спрашивает товарищ блогер а можно ли получить в америке политическое убежище если найти хорошего адвоката ну и заплатить там сколько стоит реально какая цена вопроса да и говорит он и какая вероятность успеха вот можно ли найти за деньги грамотного адвоката и какая вероятность успеха ой господи значит проблема на самом деле если же мы всерьез относится относящийся к вопросу состоит в том что кроме адвоката которого за деньги можно дать даже хорошего хотя хороший адвокат не всех берет тоже он смотрит на человека и думает лучше не связываться то есть такая угроза тоже есть опасность но допустим вам нашли хорошего адвоката посоветовали вот я вам посоветую я знаю очень хорош и начинает он с вами работать а вы не понимаете самого главного что без вас ничего не получится то есть задача адвоката состоит в том чтобы упаковать вас так чтобы вы с вашей истории там пришли на интервью к иммиграционному офицеру ну или в крайнем случае если с иммиграционным офицером не вышло значит в суде и чтобы они сказали ну да имеет смысл и дали бы вам этот статус политического убежища упаковать но адвокат даже грамотный и даже за деньги и какой угодно не будет вам эту историю сочинять потому что если он будет вам историю сочинять то у него заберут лицензию адвокатскую и он потеряет все что у него в жизни есть а могут еще и более строго так сказать наказать поэтому то есть как бы совсем плохо и вот адвокат когда смотрит на вас он 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 не будет вам историю сочинять то есть мысль о том что адвокат вам ее сочинит неправильно если мы смотрим на американских иммиграционных адвокатов то основная опасность состоять не в том что он неграмотный а в том что ему пофиг вот ваша история числами там будет и чем это кончится вы приходите он говорит ну рассказывай что там у тебя вы ему рассказываете он оформляет вот на этом все заканчивается он добросовестно оформить то что вы ему скажете скажете бред значит он вам оформит ваш бред он не будет вам там этот ваше дело то есть он берет деньги за оформление вот это так работает американский адвокат поэтому если вам кто-то говорит там не берите русского возьмите американского это та ситуация в которой вы окажетесь то есть вы почти гарантированно в пролете почему почти гарантированно то что есть люди у которых действительно есть какие-то истории вполне состоятельные их реально там как-то притесняли они приходят грамотно излагают адвокат грамотно оформляет и и в общем это все получается если у вас нет хорошей истории а оценить есть она у вас или нет вы тоже не можете толком большинство людей не в состоянии я видел таких кто сами как-то оформляют и получают и так далее как правило это были люди с юридическим образованием быть я их вижу но они правда рассказывают потом объясняют это все были люди с юридическим образованием который самостоятельно могли ну я я знаю при этом людей которые не имели юридического образования но тем не менее все очень грамотные сделали сами просто разумные такие тщательные дотошные тогда это было по там скажем как сказать гомосексуализм там лесбиянство по этим делам не традиционные вот эти вот и и не только есть такие люди их их безумно мало процент людей которые в состоянии сами что-то сделать безумно малый поэтому вы приходите к адвокату американскому вы парк вы пропали также он не станет вам помогать с вашей историей он просто ну хорошо давай историю я запишу все так цвета форме вы приходите к соотечественник к нашим соотечественник более как сказать внимательно на это все смотрит он дорожит репутацией как бы да тоже не не только отношениями с органами лицензирующими но и как бы репутации вот то что называется комьюнити даты чтобы он хочет чтобы вы были успешны он хочет чтобы от вас были то что называется реферал чтобы приходили люди которые говорили я там от вас и вот и так далее но опять он смотрит на вашу историю и он не собирается ее за вас сочинять он начинает вам задавать вопросы и этими вопросами он как бы вас направляет ход вашей мысли направляет он говорит а вот тут что у тебя а вот там а вот здесь то есть зная где есть тропочки вот туда так успеху он начинает вас по этим тропочкам как бы проводить он говорит а давай вот по этой тропочке пойдем ну-ка что у тебя тут что у тебя там что у тебя здесь и так далее так далее тогда и это вот то что делает хороший грамотный опытный успешный адвокат и когда вы говорите у меня вот такая история он говорит ты знаешь что с такой историей тебе нет смысла даже начинать в отличие от американского который скажет ну давай оформим значит возьмется вас вот сколько там не знаю 6 8 10 про 6 тысяч я уже даже не знаю давно давно нет таких цен на 8-10 тысяч вас возьмет знаю что у вас ничего не получится но если заказчик хочет он же сам пришел я чем он у него вот история я ему помог деньги взял я же не беру деньги за сочинение я беру деньги за оформление правильно вот и значит ответственный человек который дорожит добрым именем репутации там просто скажет тебя не смысла этим заниматься мне пишут иногда люди ведь вы знаете я вот там пошел вы там рекомендовали адвоката вот а он говорит что он не будет этим заниматься как же так а вот так приличный человек я же вам фуфло всякое не советую значит приличный человек говорит я не буду этим заниматься потому что я вижу что там нет этого кейса я не хочу брать деньги за работу которая ничего не даст моему клиенту вся разница 5 тонкость то я не хочу брать деньги за работу которая клиенту ничего не даст или но если человек готов потратить деньги но в конце концов так я возьму его деньги что такое а что я же я же добросовестно оформлю тот бред который он там несет ну я я держа это деньги беру разная разная таскать концепция вот вот собственно и все этим отличается приличный человек от просто человека дальше интересная история такая значит если человек вне контекста находится происходящего то есть он угай у меня есть там деньги я заплачу вот сделайте что надо еще и пусть мне будет там политическое убежище green карта гражданство ну там чего тут я я уплачу когда человек который в состоянии реально как-то помочь видит такого клиента он от него шарахается будет нафиг надо потому что это люди с не реалистичными ожиданиями они никогда не будут довольны какую бы филигранную работу ты для него не сделал он всегда будет недоволен и и все проблемы будут естественно тебе уже тебе деньги заплатили а то что он например не может пойти на интервью и рассказать вот как бы да ну просто вот рассказать адвокат же с тобой потом перед тем как пойти там на собеседование то это он репетирует да только это расскажи так расскажи так то есть он пытается чека но чтобы тот не был как бы сказать врасплох да чтоб его дам чтобы нам на месте не 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 вы не придумывал ничего а чтобы он был готов к вопросам что вопросы более-менее известны вот по его этой истории чтобы был готов там их ответить чтобы он не путался в своих этих показаниях там и так далее поэтому зная как происходит процесс вот этого интервью адвокат с ним значит это дело отрабатывает но послушайте но надо же надо же быть в состоянии отыграть вот ты пришел на интервью и там сидит какой-то мужик незнакомый он чуть тебе там подмигивает или что-то такое спрашивает и и дальше ты начинаешь такое нести что естественно адвокат виноват но кто еще виноват ты же идеален сам по себе в основе ты же деньги заплатил это делает тебя идеальным поэтому значит какая вероятность если мы говорим о вероятности то вероятность это зависит от я бы сказал от 3 вещей она первая вещь это качество той помощи которую вам оказывает адвокат иммиграционный это правда это может быть не адвокат это может быть паралегал это как бы такой статус у него нет лицензии но он тем не менее помогает и я знаю великолепных паралегалов которые просто бесподобную работу делают но значит вопрос чем качество той помощи которую вы получаете следующий вопрос это качество вас как цепить материала который в состоянии эту помощь отработать вот вот наша портнов компьютер скол да это то же самое вы приходите к нам и говорите какая вероятность того что я найду работу после прохождения вашего курса я говорю ты понимаешь история я-то делаю ту же самую работу независимо от того кто ты у меня в классе от вас сидит 30 человек эти и наша работа она на всех на вас одинаково влияет но дальше начинается 30 разных человек один занимается другой нет один быстро схватывает другой медленно один рассчитывает все время на кого-то а другой рассчитывает на себя один мрачный другой веселый понимаете старый молодой пошли пошло поехало десятки десятки разных признаков по которым ваша успешность искать может повыситься или понизиться не не то что так вот вот адвокаты от него все вот я ему заплатил какая вероятность что я заплачу адвокату и проскочу от 0 до 100 процентов потому что если адвокат грамотный вы уже это принимаю то дальше упирается в тебя потому что насколько ты здоров работать с этим человеком в команде вы теперь команда если ты не в команде а сам по себе и так далее это может быть и 0 а может быть и сто процентов если ты классно отрабатываешь то что тебе говорит классный специалист так это что процентов я вам другое не тот расскажу тоже из студенческой жизни приходит студент на экзамен по теории вероятности я извиняюсь если может показаться сложным предмет но я чек с математическим образованием поэтому такие анекдоты уже тоже и ему преподаватель но сыпется он сыпется но пострашно и преподаватель уже так огорченная год ну ну хорошо давай так последний шанс тебе до тройку вот вытаскивает из портфеля колоду карт бегать вот те колоды карт могут перетасу и тот перетасовал вы теперь смотри какая вероятность того что ты вот сейчас случайным образом возьмешь там какую-то одну карту из колоды и это будет пиковый туз тот вид так единицы ну как же единицы но подумай карт 36 и ты берешь одну ну какая вероятность до единицы могут утени он вынимает пиковый туз 5 и тут помимо вероятности добавляется еще один фактор давайте надо уметь работать с колодой карт вот поэтому какая вероятность а смотря кто карту тянет понимаешь вот безусловно если у вас адвокат никакой ваши шансы резко снижаются вплоть до нуля а безусловно если даже адвокат хороший но вы никакой я извиняюсь но ну правда давайте реалистично мы мы же по-честному разговариваю вот то так опять шансы снижаются до нуля но уже как бы не не из-за адвоката из-за вас лично мало того если вы сами никакой резко снижаются шансы на то что у вас будет приличный адвокат то же самое еще раз портнов компьютер скул тоже не всех берут вот приходит человек там ему тестик вы на входе да но не берут всех потому что доброе имя дороже того что вы там заплатите на входе поэтому третий фактор третий фактор он тоже можно сказать что это производная от того кто вы есть но в общем то я бы его отдельно так выделил третий фактор это то как отыгрывается процесс есть если вы будете форумы читать и там очень много разных людей там и разных мнений и так далее так далее вот есть например такая линия рассуждений что я приеду сам подам на политическое убежище своими силами и есть шанс что я проскочу значит если есть такой шанс то чем я буду адвокату деньги платить правда я сэкономлю ну если уже мне откажут то а мы знаем людей которые мне отказали вот мы же знаем людей которые в лотерею выиграли green card лотерею значит но так значит значит есть шанс я сейчас пойду и выиграю тоже ну и вот значит поэтому если мне откажут тогда я пойду уже возьму адвоката и буду дальше идти дело в том что без адвоката тут же паралегал не поможет вы должны вы не можете пойти в суд суде с вами должен быть адвокат ну то есть вы может быть технически можете но практически не может значит с вами там суде уже должен быть адвокат но проблема в том что тот адвокат который за вас возьмется кто-нибудь обязательно возьмется очень многие люди не возьмутся они скажут помилуй ты уже там наворотил какую-то историю которая не работает тебе уже отказали а теперь ты хочешь чтобы я с тобой шел в этот суд и там по не работающей истории пытался тебя вытащить нафиг надо да это это есть логик так вот если вы пойдете например вот этим путем а есть много путей не хорош но вот в частности вот этот я для примера говорю то что я все время с этим сталкиваюсь буквально вот пару дней назад мне человек написал вот примерно такой сценарий я сначала сам а потом если откажут я тогда я могу милый да если откажут так уже может быть и не возьмется за тебя приличный человек я знаю приличных человеков которые не берутся не только на этой стадии а даже на стадии например в середине там какого-то процесса вы начали с кем-то работать у вас там куда-то процесс зашел в тупик и вы идете к другому человеку эти вот помоги он говорит ты знаешь что если ты сразу пришел это одна история если ты уже с кем-то если там уже запущен какой-то процесс и я не я не хочу отвечать за это не хочу за работу другого человека не хочу потому что если будет плохой результат а шансы как бы есть повышенную то и получать что я виноват я же взялся тебя вытаскивать поэтому причем это тонкая тонкая материя она не не такая вот знаете как лом которым там лед колет на улице 5 более более сложная штука вот такие шансы значит шансы зависит сильно от того да ну конечно шансы еще зависит от того насколько реально вы подвергались преследовать друзья если у вас есть там какие-то тяжелые случаи но и они могут быть значит либо этого с этой однополой ты сказать любовью те же самые религиозные там группы всевозможные которые тут их там запрещают я пальцем специально не не тыкаю не называю но вы сами может быть догадываетесь значит вот есть религиозные группы какие-то там не только секс меньшинства но и религиозные и этнические там и все что хочешь вот поэтому если человек действительно вот приходит с чем-то таким так вопросов нет понимать это 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 резко повышает если вам нужно там эту историю как-то упаковывать но давайте современная жизнь ну например я не знаю там других там но вот например российская да она она как бы создана для того чтобы быстро сделать хороший добротный кейс вы записываетесь там вступаете в партию оппозиционную начинаете ходить там на разные мероприятия у вас появляются приводы у вас появляются значит там я не знаю задержание и еще чего-то еще чего-то и вы уже прямо такой политический борец как я не знаю что там дальше уже немного осталось поэтому ну и есть такое да ну как бы все сделано так чтобы легко было закосить как бы или скажем так легко было бы не закосить но выйти на эту тропу где все это так сказать естественным образом происходит и уже там и косить не надо вот поэтому безусловно от качества реально происходящих событий очень сильно зависит и исход ну ну но это тоже да мы не сбрасываем но в данном случае человек то он вопрос задавал без того чтобы у него хоть что-то было он говорит я просто готов заплатить при этом на самом деле может быть у него история реальная которую можно показать очень эффективно лучше чем там у 90 процентов людей которые получают политическое убежище мы этого не знаем но но он не не мыслит этими категориями и не может нормальный чек не может мыслить этими категориями это уже должен быть специалист который смотрит там на разные какие-то аспекты жизни человека факты и говорит вот но вот вот это годится это годится это годится а мы смотрим г правда вот я я рассказывал историю но еще раз расскажу вот мы сейчас подъезжаем уже к моей работе когда мы только приехали в сша это было там почти 30 лет назад и мы оказались на каком-то мероприятии там синагоги и там большая толпа но но местные все там русскоязычных практически нет не было и и там женщина выходит и говорят вот сейчас там фаина аркадьевна там какая-то расскажет о притеснениях евреев в ссср я думаю ё-моё как-то мне это не я не люблю когда вот какие-то такие публичные дела ну ну чем она выходит я вот так уже настроен был не очень хорошо но она выходит и рассказывает совершенно так обыденно простенько рассказывать какие-то истории которые я никогда в жизни не считал бы даже за притеснение какой-то но вот например она говорит что чтобы детей не дразнили в школе там во дворе значит родители дают еврейским детям имена которые не еврейские но хотя бы начинают сам на первую букву там или что-то например моя жена светлана ее хотели назвать в честь там умершей бабушки там сары но но сара как-то несовременно дразнить будут уже мало тоже не фамилия резинштейн так еще и сара короче вот она была светлана а да и она рассказывает это я думаю боже что на такой раз как где где там что что из-за чего разговор я смотрю на этот зал плачет зал плачет понимаете то есть довести людей до такого состояния чтобы они боялись ребенка назвать именем там и в иудаизме имя человек очень очень важную роль играет как бы она определяет его дальнейшую жизнь это очень важный момент не только в иудаизме кстати так вот я просто чему рассказываю что к этой истории как ко всей что то что человек думает он вообще внимания не обратит так другие люди смотрят у них слезы текут оказывается и я не хочу сказать что этого человека нет абсолютно никакой реальной тискать ситуации но он просто не может ее оценить я я думаю что все мы кто там жил и прошел эту школу и так далее если мы начнем рассказывать обыденные вещи которые с нами происходили или происходит как с некоторыми кто еще там здесь многие заплачут просто просто некоторые скажут что такого быть не может что это все ерунда а а так поскольку люди в общем-то доверчив просто будут плакать и так что мы все как бы беженцы вот на самом деле там не поймешь от кого может быть от себя тоже в значительной степени так что я надеюсь что я ответил как настоящий сержант иммиграции я ответил нашему рядовому вот и как бы связал пространство и время то есть связал стоимость услуг адвоката и вероятность положительного исхода счастливо